МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Определить дальнейший вектор развития страны. В Минске завершили работу делегаты 6-го Всебелорусского народного собрания. Гомельщину накрыло снегом. На борьбу с обильными осадками вышли различные службы и общественные активисты. Самый романтичный день в году. Сегодня в мире отмечают День Святого Валентина. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. Определить стратегию развития страны – главная задача 6-го Всебелорусского народного собрания, которое на этой неделе прошло в Минске. Задача не такая простая, как может показаться. Необходимо проанализировать существующие проблемы и определить наиболее эффективные пути их решения. Как жить в условиях пандемии и внешнего давления. Развитие военно-промышленного комплекса и вопросы национальной безопасности. Повышение эффективности государственного строительства и новый уровень взаимоотношений власти и общества. За ходом работы форума во Дворце Республики следили наши корреспонденты. Это были два дня без преувеличения напряженной и ответственной работы. Вопросы, которые необходимо было обсудить, президент назвал во время открытия 6-го Всебелорусского народного собрания. Подчеркнув, никакой надуманности быть не должно. Говорить нужно о том, что действительно волнует людей и предлагать реальные пути решения существующих проблем. Где есть резервы и конкретные предложения по дальнейшему развитию? Как нам в условиях пандемии и внешнего давления жить дальше? Какие предпринять меры для того, чтобы обеспечить экономический рост и достойный уровень жизни людей с социальной поддержкой нашего населения? Это основа нашей экономической модели, суть белорусского социального государства. А предложения, идеи могут быть разными. Не обязательно только те, на которых акцентируем внимание мы в руководстве страны и в нашем правительстве. У меня одно требование, и вы его хорошо знаете. Повторюсь, все должно быть открыто и реально. Нам бояться некого. Не голые теории рассуждения и красивые слова, а конкретные меры, которые дадут результат для нашей экономики и для наших людей. Второе. Мы должны пристально рассмотреть вопросы общественного развития, роли граждан политической жизни страны, подумать над возможностью корректировки основного закона. Как я уже неоднократно об этом говорил. Еще одна тема. Распределение властных полномочий, усиление роли местного управления и самоуправления. Мы должны максимально приблизить центры принятия решений к людям, обеспечить постоянную эффективную обратную связь между властью и населением. Это должно исходить и из жизни, и от наших людей. Никакой надуманности быть не должно, ибо будем иметь обратный эффект от такой перестройки. Мы за этот год научились понимать, что та страна, в которой мы живем, очень ценна. И если ее не сохранять, если не идти намеченным курсом, мы можем много чего потерять. И именно в речи президента, практически в каждом постулате, который он говорил, это звучало. Поэтому сегодня, возвращаясь на Гомельщину, мы видим те задачи, которые надо делать. Мы знаем, куда надо идти. Ключевыми экономическими факторами в текущей пятилетке будут эффективное распределение ресурсов, совершенствование системы управления госактивами, равное развитие организаций всех форм собственности. При этом предприятиям, принадлежащим стране, будет гарантирована защита, а их работникам – уверенность в сохранении рабочих мест. Во главе угла социально-экономической политики останутся насущные вопросы жизни людей. Справедливое ценообразование, приемлемые тарифы на основные услуги, эффективная занятость и обеспечение достойной оплаты труда. В прямом эфире об этих гарантиях слышала вся страна. Мы вот планируем в будущей пятилетке создать такие кластеры, когда крупным компаниям, допустим, МТЗ или Белавтомас, Гомсельмаш и так далее, подвяжем много малых средних предприятий, которые будут производить им шестеренки, гайки и болты, которые мы закупаем по импорту. Мы же умеем это делать, и мы поддержим эти малые и средние предприятия. Таким образом, Гомсельмаш не будет бежать в Германию, чтобы купить комплектующие, а будет здесь, создав этот кластер, получать от малых предприятий эти комплектующие. Это будет серьезное импортозамещение. А для этого надо не забывать старые школы, где мы чего-то соображаем. Программа развития страны на ближайшие пять лет – документ всесторонний. Кроме экономического блока, здесь и социальная защита всех слоев населения, и воспитательно-патриотическая работа. Делегаты уверены, начинать ее нужно с самого раннего возраста. В конце концов, выражение «будущее, строить молодым» – это не просто красивые слова. Первое – это надо любить свою родину. Если ты ее любишь, то ты всю свою жизнь и деятельность будешь выстраивать так, чтобы своей родине, своей отчизне не навредить. Поэтому с самого раннего детства надо прививать эту любовь к своей земле, к своим людям, к своей символике. И тогда у нас люди будут патриотически воспитанные. А еще немаловажную роль играет изучение нашей истории. Особое внимание в новой программе социально-экономического развития страны – регионам. Уже сегодня здесь выделяются перспективные направления, на развитие которых будут направлены значительные силы и средства. Это позволит поднять не только экономику регионов, но и уровень жизни местного населения. На заседании нашего белорусского собрания мы еще четко для себя подставили задачи, которые определены президентом. Это, в первую очередь, инвестиционные проекты, которые ставятся перед губернатором. Ну и, конечно, это развитие тех проблемных вопросов, которые нас сегодня волнуют. Это, в первую очередь, сельское хозяйство. Мы видим, что у нас здесь есть проблемы, и мы должны его развивать. И, конечно, самый главный вопрос – это строительство жилья на селе. Ну и, конечно, мы не снимаем вопросов, которые сегодня связаны с реализацией чернобыльской программы. Президентом поддерживается данный курс, и программные документы мы активно реализуем. И в текущем году в Ходницке, на Ульянском районе мы это и в Рагинском это все реализуем. Поэтому задачи поставлены, будем выполнять. Во время работы форума и президент, и делегаты говорят, что у нас еще есть болевые точки, но и достижения тоже значительные. Медицина не исключение. Пандемия коронавируса оказалась тяжелым испытанием для медиков. Но она же показала, в каком направлении должна развиваться отрасль. Очень важно понимать, что мы продолжаем поступательное развитие в сфере образования и в сфере медицинского образования. И очень важно понимать, что 2020 год он обозначил важность системы подготовки врачей. И важность вообще здравоохранения, как у нас в Республике Беларусь, так и в мире. Поэтому надо поддержать финансово, и это обозначено главой государства, что медицинские работники будут финансово поддержаны в Республике Беларусь. И что очень важно, нам нужно сохранить те школы, те системы подготовки, которые мы имеем на сегодняшний день. Естественно, это задача ближайшей пятилетки. Итогом работы 6-го Всебелорусского народного собрания стало принятие резолюции и обращения делегатов. Цитата из этого документа. «Реализация приоритетов будет осуществляться по следующим основным направлениям. Улучшение качества жизни через усиление семейной политики и укрепление здоровья нации. Укрепление промышленности через модернизацию традиционных производств. Формирование новых высокотехнологичных отраслей. Углубление переработки местных сырьевых ресурсов. Ускоренное и сбалансированное региональное развитие». «Резервы есть еще у нас в сельском хозяйстве. Ну и, конечно, больше внимания уделим мы в социальной сфере. Потому что забота о человеке – это прежде всего. Это уделим внимание достойно медицине, образованию, ну и, конечно же, воспитанию нашего подрастающего поколения. Много у нас сделано, конечно, в районе, но много еще предстоит сделать. И я надеюсь, что с тем составом руководителей, которые сегодня есть у нас на Мозорщине, нам это будет по плечу». Всебелорусское народное собрание поручило государственным органам принять исчерпывающие меры по реализации приоритетных направлений социально-экономического развития страны. В сфере общественно-политического развития обеспечить участие населения в разработке и реализации важнейших направлений государственной политики. Речь, в частности, идет о разработке и принятии на референдуме новой конституции страны. По мнению Александра Лукашенко, всю необходимую работу можно провести в течение года. Кроме того, Всебелорусское народное собрание предлагается признать высшей формой народного представительства, законодательным закреплением его особого правового статуса. «Я предложил Всебелорусскому народное собрание сделать конституционным органом, сделать его с полномочиями, что если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у Всебелорусского народного собрания. у вас, даже без меня, и Всенародное собрание, оно будет избираться еще более ответственнее людьми, будет иметь полномочия, оно должно быть стабилизатором на переходный период. А какой другой орган вы видите? Ну, может быть, что-то придумаем другое в процессе разработки этой конституции, но в этот период смены поколений, смены власти, мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну. В семидневный срок резолюция будет направлена главе государства для рассмотрения и принятия необходимых решений. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» из Минска. Развитие регионов, уровень зарплаты, практика, ориентированность, образование, международное сотрудничество. В трудовых коллективах наблюдали за ходом 6-го Всебелорусского народного собрания онлайн. О впечатлениях, отзывах и ожиданиях людей. Репортаж Марины Северьяновой. Уверенно чувствуем себя сегодня и полны планов на будущее, говорят в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина. Ее коллектив внимательно слушал выступления Александра Лукашенко и делегатов 6-го Всебелорусского народного собрания. На момент наших съемок президент еще раз напомнил о том, что в центре каждого события человек и его интересы. Несмотря на тяжелое время, связанное с пандемией коронавируса, мы не почувствовали каких-то, как работники сферы культуры, изменений в худшую сторону. То есть наши интересы были защищены, мы продолжали получать зарплату, которая не уменьшилась. В общем, внимание со стороны власти мы, как работники сферы культуры, всегда чувствовали. Планов по развитию сферы культуры в нашем регионе действительно много, как и сделанного за последние годы. Это касается в том числе и совершенствования библиотечного дела. Очень приятно, что в непростой для страны год, в 2020-е, как и в прежние годы, к нашей сфере, к сфере культуры, со стороны государства уделялось значительное внимание. Мы чувствовали это и во всем. И книги, которые поступают в библиотеку, их количество не стало меньше. И зарплаты у сотрудников библиотеки, у сотрудников других учреждений, они тоже не стали меньше. И мы очень надеемся, что среди тех задач, которые будут решаться во время проведения Всенародного белорусского собрания, будет и уделено внимание развитию нашей сферы, сферы культуры и сохранению историко-культурного наследия. Отправляемся в Белгут. Основное, чего ждут в ВУЗе, чтобы на общенациональном форуме обсудили вопрос углубления практико-ориентированности образования и укрепления связи науки с промышленным сектором страны. Мы уже идем по пути единения с практикой. Это практико-ориентированное образование. Очень хочется, чтобы нас услышали предприятия, чтобы поддерживали нас не только как государственная министерская структура, но и как предприятия, чтобы они видели в нас партнеров, что мы совместно могли бы все-таки сделать продукцию более инновационной, более конкурентно способной на внешнем рынке. Что сегодня, на мой взгляд, очень важно. Мало того, в таком случае наши студенты будут иметь возможность, поскольку все-таки предприятия модернизируются более быстрее, чем сфера образования, мы бы могли уже на предприятиях их обучать этим новым технологиям, для того, чтобы быстрее сделать движение вперед. Но студенты, которым до окончания университета осталось не так много времени, хотят, чтобы всех обеспечили хорошими рабочими местами и достойными зарплатами. И ведь, правда, первое рабочее место и оплата труда часто становятся определяющими факторами. От этого может зависеть, останется ли молодой специалист в профессии. Лично меня интересует, каким будет наше образование в будущем, также первое рабочее место и на будущее финансовая помощь молодежи. А кем вы хотите стать? Куда хотели бы прийти работать? Я хочу идти по специальности инженер-менеджер на автомобильном транспорте. Хочу в логистический центр попасть. Следующая точка – областное училище Олимпийского резерва. Преподаватели, руководство, наблюдающее за Всебелорусским народным собранием, говорят, что их учреждению особо и желать нечего. Все уже сделано, как для обучения, так и для тренировок. Остальное за желанием и целеустремленностью спортсменов. А ребята, кстати, весьма амбициозные. Я считаю, что у нас всего достаточно, и наша страна делает все для того, чтобы мы развивались в своих сверхдеятельности. То есть мы тут и живем, проживаем, получаем обучение, кушаем. Все это бесплатно. То есть если человек хочет этого, он этого добьется в любом случае. И тут все предоставлены условия для того, чтобы достичь каких-то высот. А чего хотели бы достичь вы? Олимпийские игры, первое место. На каждого учащегося областного училища Олимпийского резерва государство тратит несколько тысяч долларов в год. Все для того, чтобы наши ребята достойно представляли страну на международных соревнованиях. Мы надеемся на то, что вот это народное собрание мы на площадках тоже обсуждали. Какие-то вопросы в законодательную базу мы вносили, и это позволит нам дальше развиваться. Ну а мы надеемся на то, что Олимпийские игры и наши учащиеся, они тоже будут представлять, значит, нашу страну. Поэтому все будем переживать за то, чтобы, ну и наш гимн звучал на Олимпийских играх. Жители региона наблюдали за ходом общенационального форума и дома. Наша съемочная группа побывала у председателя Гомельской областной организации общественного объединения инвалиды-спинальники Геннадия Золотарева. Как гражданина его интересуют, какие изменения произойдут в экономике страны и как государство будет укреплять народное единство. Также волнуют вопросы социальной политики, а именно поддержка и всесторонняя помощь людям с инвалидностью. Кроме этого, Геннадий Золотарев хочет, чтобы общественные объединения могли более активно взаимодействовать с властями. Важно еще для нас, общественных организаций, понять свое место, свои возможности и свою готовность участвовать во всех этих процессах. Это очень-очень важный вопрос, который может, конечно, продвинуть решение многих проблем в более скором режиме. Обсуждали темы, которые озвучивались на Всебелорусском народном собрании и на предприятиях. Мы заглянули на Гомельский стеклозавод. Этот год был действительно очень тяжелым для нашей страны. Это была, конечно же, пандемия, которая внесла определенные отпечатки на предприятия в целом. Конечно, и та социально-экономическая обстановка, которая сложилась в нашей стране. Это пытались, конечно же, как говорил президент, раскачать нашу страну, но это им не удалось. Почему? Потому что я считаю, что больше людей, которые более патриотичны в нашей стране, которые хотят, чтобы наше предприятие, наша страна дальше процветала, работала. Для нас, для рабочих людей нашего завода, очень важно, чтобы у нас была стабильная зарплата, хорошая работа. Также, чтобы мы, выходя на улицу, не боялись за своих детей, за своих близких. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне и стабильность в мире. Будущее страны зависит от каждого из нас. Для кого-то эта фраза просто клише. Для других – правила жизни. Если каждый станет немного добрее, порядочнее, великодушнее. Если каждый будет добросовестно выполнять свои профессиональные задачи и с уважением относиться к тем, кто рядом. Тогда будущее будет более светлым для всех нас. Марина Северьянова, Сергей Лукашук. Новости недели. Гомельщину замело. Вот уже неделю область борется с последствиями обильного снегопада. Обстановка на дорогах и улицах небезопасная. Совместными усилиями сотрудники коммунальных служб, госавтоинспекции, представители общественных объединений и просто неравнодушные люди стараются обеспечить порядок. С подробностями Николай Скинтиян. Зима есть зима. Снег и морозы – абсолютно нормальная картина для этой поры года. Но после череды относительно теплых зим жители Гомельской области отвыкли от такого количества осадков. Для пешеходов и особенно для водителей Гомельщины последние дни превратились в настоящую борьбу со стихией. Резко возросло количество ДТП, сотни зарегистрированных случаев. Сотрудники ГАИ напоминают, в таких условиях особенно важно придерживаться правил дорожного движения. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными в данный период времени. Не оставаться равнодушными. Если вы видите, что у проезжей части остановился автомобиль и вокруг него курсируют растерянные водители, остановитесь, предложите свою помощь, либо сообщите в специальные службы, чтобы данные автомобили как можно быстрее убрать с проезжей части. Уважаемые водители, соблюдайте безопасную скорость движения, откажитесь от резких ускорений, торможений, от обгонов и опережений. На территории региона продолжает действовать специальный план погоды. Инспекторы ежедневно мониторят улицы и дороги, координируют работу коммунальных служб, чтобы те могли оперативно расчищать снег. Сейчас в Гомеле и Гомельском районе в рамках акции работают шесть экипажей ГАИ. Что касается коммунальников, они активизировались на полную. Задействованы тысячи работников ЖКХ, сотни единиц техники. В приоритете именно социальная сфера. В первую очередь очищаются территории школ, детских садов, медицинских учреждений. Также это относится к остановкам транспорта, но есть свои нюансы. Сейчас вот поступают многочисленные звонки от жителей, как города Гомеля, так и, говорится, всей Гомельской области в части очистки остановочных пунктов. Значит, у нас многочисленное количество остановочных пунктов, которые не находятся на балансе предприятий ЖКХ. Это табакерка, это киоски разного рода, которые, говорится, именно находятся у частных лиц. Поэтому на сегодняшний день по согласованию с районными исполнительными комитетами даны поручения как отделам ЖКХ, райисполкомов, так, в частности, наши предприятия, санитарные службы, службы МЧС. Значит, напомнить все-таки частным лицам о том, что на закрепленных территориях надо производить, говорится, уборку непосредственно за ними закрепленных территорий. Также, конечно, огромное спасибо населению, которые откликнулись на наши просьбы в части таких вот снегопадов. И люди выходят, помогают на участии очистки, говорится, дворовых территорий. Активисты БРСМ принимают заявки о помощи от пожилых и одиноких людей. Трудовые десанты по первому звонку спешат расщитить снег, нарубить дров и просто подарить тепло и заботу тем, кто в этом нуждается. Визиты к ветеранам в такое время имеют особенное значение. Как правило, мы обычно приходим к ветеранам и тоже помогаем пожилым людям. Сейчас зимнее время, нужно помочь расчистить снег, по хозяйству где-то помочь, еще что-то сделать. Им приятно, когда такое молодое поколение приходит, помогает им чем-то. Так сказать, мы им выражаем благодарность за то, что они сделали для нас. Синоптики сообщают, на будущей неделе количество осадков должно сократиться. Однако, сохранять бдительность и внимательность на дорогах необходимо. Сотрудники ГАИ обращаются к водителям с просьбой информировать службы о состоянии автодорог по номеру 125, улиц Гомеля 115, о состоянии дорожных знаков и неисправности светофоров в телеграм-канал СМЭП Гомель светофоры дорожные знаки. Николай Скинтиян, Андрей Иванов, Игорь Морищенко. Новости недели. 14 февраля в большинстве стран мира отмечается День Святого Валентина, он же День Всех Влюбленных. Это праздник католического происхождения, история которого насчитывает много веков. За это время он перешел из разряда церковных в светские, а 14 февраля считается самым романтичным днем в году. Наш корреспондент Анна Корольчук встретилась с гомельскими новобрачными, чтобы узнать, верят ли они в магическую силу этого праздника. Анна и Денис Евлаш встречались полтора года, потом решили пожениться. И хотя предложение было сделано еще в 2020-м, молодые люди решили не рисковать и не расписываться в високосный год, а подождать наступления нового. Для создания семьи выбрали зеркальную дату 12.02.2021. Насчет зеркальной даты 12 февраля мне просто подсказала моя сестра, просто я говорю, подбери мне красивую дату, пожалуйста, Анна мне нашла ее. И я просто почитала и 12-е, как-то так цифры эти у нас в жизни дат двоечки. Если читать наоборот, тоже одинаково, да, поэтому... И в жизни двоечки, как-то так везде сопутствуют, да, удачи, и поэтому... Мы решили 12-го числа. 12-го февраля в ЗАГСах страны настоящий свадебный бум. Только в Гомеле в этот день появилось 53 новых семьи. А все потому, что помимо желающих сочетаться узами брака в уникальную зеркальную дату, в этот день также расписывают тех, кто хотел приурочить свою свадьбу ко Дню Святого Валентина. К сожалению, у нас 14-го февраля выпал на воскресенье, поэтому мы решили предложить молодоженам зеркальную дату 12-го февраля 2021-го года. Пары с удовольствием согласились, поэтому у нас сегодня в городе Гомеле праздничный бум, много молодоженов. В нашем ЗАГСе сегодня 16 пар. В том году у нас было немножко меньше пар, у нас было 9 пар, но это в связи, наверное, с пандемией. На вопрос, верят ли влюбленные в магию чисел или покровительство Святого Валентина, пары отвечают, что не особо. А дату выбирали, чтобы легко было вспомнить, когда отмечать юбилей. Такую точно не забудешь. Мы дату выбрали специально, 12.02.2021 время у нас. Тоже выбрано специально 12.20. Если честно, особо таких вер нету, просто понравилось красивое число. Дату выбрали сразу, а время, так я думаю, давай-ка и 12.20 возьмем. Ну, взяли и нормально. Получилось вообще красиво. Нихко запомнить. Ко дню всех влюбленных для молодоженов организовали несколько сюрпризов. До начала церемонии им предлагали написать друг другу пожелания на открытках, которые потом привязывали к воздушным шарам и отпускали на счастье в небо. А уже после церемонии о счастливых новобрачных поздравляла Юлия Перегудова, миссис Беларусь-2014. Я верю только в Божью помощь, потому что благодаря этому у нас и появляются все счастливые минуты продолжения наших семей, наши дети. И, конечно же, все, что происходит, отчасти мы создаем себе сами. Поэтому очень важно, как встречаешь друг друга вечером дома. Потому что, мне кажется, семья именно для этого и создается, чтобы каждый из нас был счастлив возвращаться домой. В прошлом году в областном центре было зарегистрировано почти 3000 браков. А сколько разводов, спросите вы? Немного. Только в отделе ЗАГС Гомельского горосполкома на 772 новой семьи пришлось 103 развода, то есть в 7 раз меньше. Если вы пока не встретили свою вторую половинку, это не значит, что не нужно отмечать 14 февраля. В этот день также празднуется Международный день компьютерщика и День дарения книг. А в Америке в противовес влюбленным парочкам придумали День чудаков-одиночек. Его философия заключается в том, что счастье человека не зависит от наличия у него партнера. Анна Крайчук, Игорь Морищенко. Новости недели. На этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания.